Наступление в Курской области окончательно уничтожило красные линии Владимира Путина и показало всему миру, что все, что он рассказывал про ядерное оружие и так далее, это блеф. Теперь это станет очевидно Соединенным Штатам, и они дадут разрешение уничтожать российские аэродромы западным оружием. Ведь правда? Правда же? К сожалению, не все так просто. На самом деле, блеф определяется не тем, насколько человек красиво говорит, умеет скрывать эмоции или как искусно он прикрывает то, что у него хорошая рука или полностью отсутствует. Блеф определяется тем, как на это реагирует оппонент. И, к сожалению, Соединенные Штаты два с половиной года ведутся на блеф Владимира Путина. Меня часто записывают в быденисты или фаната демократической партии Соединенных Штатов. Я понимаю, почему они это делают, потому что аргументов нет, но это совершенно напрасно. Я считаю политику Соединенных Штатов в отношении поддержки Украины последние два с половиной года настоящей катастрофой. Я считаю ее причиной смертей огромного количества украинских граждан. Я считаю, что то, что война до сих пор продолжается, связано исключительно с недостаточным количеством поддержки со стороны США и Запада в целом. Но США гораздо большую роль играет, чем Запад, потому что именно США зачастую влияет на принятие тех или иных решений непосредственно в Европе или даже в отношении тех, кто вышел из Евросоюза, например, Великобритания. Так, инсайдеры напрямую говорят, что Великобритания готова дать разрешение Украине использовать штормшедл для нанесения ударов вглубь России, однако Соединенные Штаты выступают резко против. В современном мире, где Соединенные Штаты являются главной военной силой и главной силой внутри Альянса НАТО, мнение Соединенных Штатов довольно важно. И поэтому то, что они опасаются какой-либо реакции со стороны Владимира Путина, определяет то, что многие страны не делают достаточно для поддержки Украины. Если бы Соединенные Штаты с самого начала вооруженного конфликта, да даже не сейчас, а 10 лет назад, оказали бы Украине всю необходимую помощь, никакой бы войны масштабной не было. Если бы они начали оказывать достаточное количество помощи после начала полномасштабной войны, то к этому моменту она бы тоже была завершена, скорее всего, как и карьера, а то и жизнь Владимира Путина. Но, к сожалению, Соединенные Штаты опасаются того, что Владимир Путин в крайних случаях может применить ядерное оружие или еще какие-либо свои угрозы реализовать. По сути, речь, как правило, именно о ядерном оружии, потому что ничего другого у Владимира Путина нет. В итоге происходит парадоксальная ситуация, когда, несмотря на заявление российского президента, что мы еще даже не начинали, на самом деле ситуация обратная, еще даже не начинала Украина, точнее начинала и успешно воюет, не давая России захватить не то что Киев, но и многие другие территории. Третий год идет война, а Россия не то что не завоевывает, я не знаю, ключевые украинские города, но и теряет собственные населенные пункты в Курской области. Поэтому Украина воюет отчаянно и воюет за свое существование и жизнь, однако все равно она делает это с завязанной рукой, потому что Соединенные Штаты и другие союзники Украины не разрешают ей использовать дальнобойное оружие для удара вглубь России, по тем самым аэродромам, с которых взлетают бомбардировщики, проводящие массовые обстрелы территории Украины, по складам, по штабам и так далее. Вдумайтесь, разрешение на удары по части Белгородской области, когда Россия начала наступление в Харьковской области, решила проблему вывозка зенитных ракет из С-200 по Харькову, которую не решалось два года. США дали разрешение с помощью Хаймерсов. Эти комплексы С-200 были уничтожены за буквально два дня, и больше нет обстрелов Харькова этими, по факту, зенитными ракетами, которые Россия использовала для обстрелов по земле. Я не говорю, что это бы так же быстро решилось с российскими самолетами, однако вот недавние обстрелы, массированные обстрелы Украины, которые были вот буквально минувши ночью и ночь до этого, они были с использованием тех аэродромов российских, которые в радиусе поражения украинской стороны с помощью АТКМС. Как минимум, время подлета бы увеличилось, как максимум было бы уничтожено огромное количество бомбардировщиков и возможностей России использовать эти самолеты. Этого не происходит до сих пор, несмотря на бесконечное количество убийств, которые Россия провела в Украине. Почему? На самом деле ответ довольно прост. В Соединенных Штатах действительно боятся. Более того, апологет этой политики, политики неэскалации и политики попытки деэскалации, Джейк Салливан, он возглавляет комитет по национальной безопасности, точнее как, он советник по национальной безопасности при Белом Доме. Это целиком его вотчин. Обычно на этом месте мне говорят, Майкл не может один человек это определять. Это, конечно, не один человек, но он как раз человек, который определяет в принципе направление в отношении вот этих рисков. То есть это человек в Белом Доме, к которому приходят и говорят, ты должен посчитать нам риски. И он говорит, слушайте, мы боимся Владимира Путина. Ну то есть как? Вот вы зовете какого-нибудь, не знаю, человека, водопроводчика и говорите, братан, расскажи, сколько будет стоить ремонт? Да, вы сами не знаете. Так и любая администрация, любого президента зовет специалиста и он им рассказывает. И вот Джейк Салливан стоит на позициях, что нельзя переносить действия боевые на территорию России, нельзя бить американскими ракетами по российской территории, все это может привести к Третьей мировой войне. Прав ли он? Нет, не прав. Мы неоднократно это видели, что никаких красных линий России не существует. Сколько их было начерчено, сколько рассказывали, что приезд хаймарсов в Украину, это новый этап войны, что самолеты в Украину, новый этап войны, что немецкие танки, новый этап войны, бла-бла-бла-бла-бла, ничего не происходило. Сейчас Украина контролирует 1300 квадратных километров Курской области и все еще ничего не происходит. Знаете почему? Потому что Путин не может. Ну, просто физически не может. Все конвенциональные средства вооружения, которые существуют у России, она уже применяет. А ядерные применить, это значит самоубийца, прям немедленно. Потому что, как только будет применено ядерное оружие страны России, все страны, в том числе поддерживающие Россию, выступят против нее, включая Китай и Индию, для которых это чувствительные вопросы. Все. Поэтому Путин в абсолютной ловушке. И когда он будет прижат к стене, он будет не в ядерную кнопку тыкать, а молить о пощаде и выбивать себе какие-нибудь гарантии безопасности, которые, возможно, к сожалению, ему в какой-то момент дадут. Но я думаю, что быстрее его сметет его же элита в момент, когда запахнет по-настоящему жареным. И не в единичном случае, как это было с бунтом Пригожина или сейчас в Курской области, а когда вот прям будет пахнуть жареным регулярно, тогда от него избавятся его же соратники. И вот как раз им будут обеспечены некоторые гарантии безопасности. Поэтому, с одной стороны, Владимир Путин не может усилить давление конвенциональным оружием. С другой стороны, Владимир Путин не может нанести ядерный удар, потому что это будет означать его немедленный конец. И вот в этой парадигме на самом деле скрывается ключик к нынешней войне, что страхи Соединенных Штатов, они зиждятся ни на чем. Я как-то задавал вопрос одному человеку, они будут говорить, кому? Я говорю, слушайте, ну вот как, почему вы? Он мне ответил, ну знаешь, загнанный в угол зверь. И я говорю, то есть вы на вашем посту руководствуетесь вот такими буквально байками из Твиттера? То есть вот ваш анализ? Ну я понимаю на самом деле, что лежит в глубине этого анализа лежит очень простая идея, то есть что масштаб потенциальных последствий от ядерной войны настолько велик, что малая вероятность наступления этого события перекрывается как раз масштабом последствий. То есть даже если шанс 0,0000001, то все равно его надо избегать, потому что если даже, если вдруг этот шанс реализуется, то все будет уничтожено. Но цель Украины в таком контексте, вот мы приняли это за данность, цель Украины доказать отсутствие красных линий. И Украина это успешно делает. Однако это не приводит к немедленному изменению ситуации. Поэтому Украине нужен был новый план. И Владимир Зеленский его придумал. План простой как грабли и звучит как такой афоризм, который не помню даже кому приписывается, что сначала я молил Бога о велосипеде, а потом я понял, как это работает, украл велосипед и стал молить о прощении. Собственно, похоже, но не с воровством и не с Богом провернул и Владимир Зеленский в Курской области. Он не стал спрашивать разрешения Соединенных Штатов и других западных партнеров об использовании их вооружений на территории России. Он просто пошел и сделал это, поставив Запад перед очень простым выбором. Либо возмутиться и предпринять что? Окончание поставок Украине или еще что-то, тем самым все, проиграв фактически войну или дав Украине возможность проиграть эту войну, ослабив ее перед лицом Владимира Путина, которая угроза не только для Украины, но и для всего западного мира в целом. Либо смириться с этим, особенно увидев, что никаких существенных последствий не наступает. И как вы знаете, западные страны выбрали второй путь. И действительно, постфактум признали, что да, вы знаете, нормально, все, все в порядке, мы ничего против не имеем. Вот и все. И так просто это работает. С ракетами и с использованием дальнобойных ракет ситуация чуть сложнее, потому что их довольно ограниченное количество, и их Америка может перестать поставлять в любой момент. Те же самые АТКМС просто взять и больше не давать их в новых поставок, и считать, что Украина в целом может справиться без них, исключительно тем, что Америка называет оборонительным вооружением. Но я думаю, что на самом деле мы увидим повторение этой ситуации уже с американскими ракетами, когда просто Украина их применит, Россия на это никак жестко не отреагирует, и просто все увидят, что российские аэродромы пополнились огромным количеством металлолома. Более того, я думаю, что к этому подталкивают и обстоятельства, потому что Россия вновь проводит массированные удары по территории Украины. Это не напрямую связано с Курской областью. Скорее, Россия просто опять накопила ракеты и опять начала стрелять. Но, соответственно, угрозы, которые от этого идут, и ресурсы, которые будут потрачены Западом на помощь Украине, в том числе в вопросах электроэнергии, они настолько весомы, что я думаю, что либо Соединенные Штаты сами в ближайшее время разрешат Украине наносить удары американским вооружением, либо Украина это сделает без разрешения, опять же, получив одобрение постфактум. Собственно, одна довольно занимательная статья в Financial Times вышла, мнение одного из колумнистов, который рассказал, что Зеленский атакой в Курской области нарушил не только красные линии Владимира Путина, но и красные линии американских властей. И там он подробно рассказывает, как он видит ситуацию с опасениями Америки. Мне показалось это довольно примечательно, поэтому я хочу вас с этой статьей ознакомить. С началом наступления на Курск Украина не только пересекла границы России, но и нарушила красные линии, установленные Вашингтоном, пишет автор. С момента полномасштабного вторжения России в Украину США настаивают на том, что их цель — помочь Украине защитить свою территорию и выжить как суверенное государство. Любая идея о переносе войны на территорию России считалась опасной. После Курского инцидента президент Украины Владимир Зеленский с презрением отнесся к ограничениям, которые Америка наложила на военные усилия Украины, осудив наивную, иллюзорную концепцию так называемых красных линий в отношении России, которая доминировала в оценке войны некоторыми партнерами. По словам украинского президента, эта точка зрения теперь рухнула. Но так ли это? Разница между осторожностью Вашингтона и рисками, на которые идет Киев, отражает не только различия в анализе того, насколько далеко можно подталкивать Владимира Путина. Это также отражение тонкого различия в военных целях. В начале конфликта президент Джо Байден поставил своей администрации две цели. Первая — поддержка Украины. Вторая — избегание Третьей мировой войны. Если придется выбирать между этими двумя целями, США однозначно выберут последнюю. Но Украина борется за свое выживание. Она была бы готова принять прямое участие США в войне с Россией. Согласно недавней книге Дэвида Сангера, Байден даже предположил, говоря со своими помощниками, что Зеленский может намеренно пытаться втянуть Америку в Третью мировую. В результате аппетиты на риск в Вашингтоне и Киеве сильно различаются. США постоянно проявляли осторожность в вопросе того, какое оружие поставлять Украине. Когда Украине впервые были поставлены дальнобойные ракеты «Хаймарс», администрация Байдена установила ограничения на дальность их использования. Только в мае Вашингтон разрешил использование американского оружия для ударов по целям на территории России. И эти ограничения все еще действуют, хотя украинцы активно добиваются их снятия. Различие в терпимости к рискам между Америкой и Украиной также отражено в Европе. Страны, находящиеся близко к фронту, ощущающие прямую угрозу страны России, такие как Эстония и Польша, настаивают на предоставлении Украине более совершенного оружия и большей свободы в его использовании. Германия же последовательно действует гораздо медленнее. Украинцы давно жалуются, что осторожность их самых мощных союзников означает, что их просят сражаться с одной рукой за спиной. Россия свободно наносит удары глубоко на территорию Украины, но Украине запрещено наносить ответные удары. Как украинское, так и американское правительство утверждают, что администрация Байдена не была проинформирована о наступлении на Курск до его начала, хотя очевидно, что в интересах Америки отрицать прямое участие в планировании атаки на российскую территорию это кажется все равно правдой, несмотря на то, что у них была бы выгода отрицать это, даже если бы это было неправдой. С наступлением на Курск украинцы взяли пример с Израиля, проведя военные действия без одобрения Вашингтона. Предположение и Украина, и Израиля заключается в том, что если действия окажутся успешными, они получат одобрение Америки задним числом. Если же они провалятся, США в конечном итоге помогут справиться с последствиями. В настоящий момент в Вашингтоне сохраняется осторожный оптимизм в отношении наступления на Курск, хотя остаются сомнения, смогут ли силы Киева удержать захваченную территорию и противостоять атакам России на востоке Украины. Однако даже успех Украины вряд ли приведет к тому, что США перестанут проявлять осторожность. Американцы по-прежнему стремятся избежать прямого конфликта с Россией и продолжают серьезно относиться к угрозе ядерного конфликта. США знают, что Путин публично угрожал применить ядерное оружие, что Россия постоянно отрабатывала его использование в военных учениях. В 22-м году американская разведка перехватила частные и иногда детализированные разговоры между российскими военными чиновниками о применении ядерного оружия. Возможно, что некоторые из этих разговоров были предназначены для перехвата, а я со своей стороны скажу, что это точно было так. Тем не менее, американцы восприняли публичные угрозы России и частные разговоры достаточно серьезно, чтобы Джейк Салливан, главный враг Украины и посыкливый подонок, а также советник по национальной безопасности Байдена предупредил Россию о катастрофических последствиях, если они применят ядерное оружие. Американцы указывают на это предупреждение Салливана, чтобы опровергнуть идею о том, что они просто сдались перед угрозами России. Вместо того, чтобы уважать красные линии России, США и их союзники постепенно перешагивают через них, проверяя, насколько далеко можно подталкивать Путина через постепенную эскалацию. Некоторые западные аналитики считают, что наступление на Курск окончательно развеяло ядерные угрозы Путина. Филипс Убрайен из университета Сент-Эндрюс утверждает, что вторжение в России всегда считалось последней красной линией для применения ядерного оружия, и украинцы идут прямо через эту линию. Но США не считают, что последняя красная линия была успешно пересечена. Советники Байдена продолжают думать, что если Путин будет считать, что его режим на грани полного поражения, россияне могут прибегнуть к использованию ядерного оружия. Когда украинцы жалуются, что их союзники боятся победы, в их словах есть большая доля истины. Как бы не было больно все это слышать, это безусловно так. Я с вами не раз про это говорил, и я не раз говорил, что это проблема. Во-первых, я очень рад, что Салливана больше не будет в новом, так сказать, Белом доме, в новом составе Белого дома. Но, во-вторых, конечно, тот, кто хочет радостно вскрикнуть, ага, Майкл, мы же говорили, нужно выбирать Трампа. Проблема в том, что Трамп вообще хочет перекрыть поддержку Украины, поэтому даже недостаточная и медленная поддержка от США лучше, чем ее отсутствие. Поэтому это, что называется, база. Если бы Трамп вышел и сказал, я предоставлю Украине вот это, вот это, вот это, и вот это в какой-то срок, и подписал бы бумагу какую-нибудь, я не знаю, которая могла бы это гарантировать, хотя я бы все равно вряд ли ему поверил, потому что он все время врал, но, тем не менее, допустим, это происходит, я бы сказал, окей, давайте теперь подумаем, посмотрим, может быть, может быть, все не так плохо, но Трамп делает ровно обратное, Трамп наоборот говорит, что он сократит расходы, Трамп вместе с этим человеком, у которого червь в мозгу, с Кеннеди-младшим, буквально на конференции Кеннеди-младший говорит, что Трамп пообещал, что деньги, которые могли бы быть переданы Украиной, будут потрачены внутри Соединенных Штатов на граждан Соединенных Штатов, и что не будут больше передаваться деньги Украине, и так далее. Поэтому Трампу мы, безусловно, на сравнение Убер-Рейм, он враг номер ноль, враг номер один для Украины, но второй с ним за список это, конечно, Джейк Салливан. И на самом деле, чудовищность нынешней ситуации состоит в том, что действительно у Украины самые мощные партнеры в мире. Соединенные Штаты, самая мощная экономика в мире, самая мощная военная сила. Европа тоже одна из самых мощных экономических структур в современном мире. И на самом деле, если брать чисто ресурсы, типа страна плюс партнеры, то Украина далеко впереди России. И уже давно должна была бы ее уничтожить и победить. Уничтожить ее войска, которые на территории Украины, и победить саму Россию, чтобы она даже и не думала для того, чтобы вновь пытаться начинать уничтожать Украину. Но, к сожалению, реальность заключается в том, что ни Европа, ни Америка не готовы тратить даже маленькую часть своих ресурсов. Лишь мизерную. Более того, они постоянно оглядываются и боятся, потому что им кажется, что потенциальная победа Киева может нести очень большие риски для Европы и для Америки. И, как и отмечает автор статьи Financial Times, это довольно очевидно, что чем страны ближе к России, тем лучше они понимают угрозу. Страны Балтии и Польша довольно активны и довольно радикальны в отношении России, но чем дальше, тем, соответственно, эта радикальность меньше. За океаном она вообще становится, к сожалению, минимальной. Поэтому мне кажется, что новая тактика, нащупанная Владимиром Зеленским, хороша. Мы увидели, что тактика эта, используемая в Курской области, привела к тому, что, во-первых, стол немножко перевернулся, игра теперь выглядит несколько иначе, если уж можно назвать так безэмоциональной этой игрой. Также мы видим, что Владимир Путин заткнулся про ядерное оружие, больше про него не вспоминает. А не вспоминает про ядерное оружие, даже не поверите, Дмитрий Медведев, человек, который вообще начинал день с рюмки водки и с разговоров о ядерном оружии. Вообще никто не вспоминает про ядерное оружие. Ну и третье, это то, что Запад, вместо того, чтобы выразить свой протест или затребовать от Киева каких-то, я не знаю, объяснений или еще чего-нибудь, сказал, да-да-да, мы не против, мы ничего против не имеем. Поэтому, возможно, пора начать бить по российским аэродромам и без разрешения Соединенных Штатов. Почему так необходимо бить по российским аэродромам, спросите вы? Дело в том, что невозможно сбить все ракеты. Этого не может сделать даже Израиль своим железным куполом. Вы не можете, просто потому, что их очень много, там часть есть обманки, Россия, большая страна, Россия, страна, которая производит в большом количестве ракеты, авиабомбы, дроны и так далее. И довольно бессмысленно попытаться попасть в летящую вас стрелу. Вы наверняка видели лозунг в западном твиттере «Уничтожай стрелка, а не стрелу». Потому что очень сложно попасть в летящую стрелу, но зато очень можно неплохо достигнуть гораздо большего эффекта, уничтожив самого стрелка. Поэтому, безусловно, удары по российским аэродромам необходимая вещь. Украина это делает довольно неплохо и дронами. Более того, появилась первая украинская, фактически, баллистика. Это ракета-дрон, называть которую я традиционно не буду, не имея возможности это сделать. Я всем благодарен, что вы все пишете мне в обратную связь, как надо произносить «поляница», но я не могу и не собираюсь. Ну, то есть, типа, просто у меня не получается. Вот так вот все. Сразу можно определить, что я ФСБшный агент. Но, у Украины действительно появляются эти ракеты, но этого мало. Этого, к сожалению, очень мало для того, чтобы выкосить всю российскую аэроинфраструктуру. А аэроинфраструктура это сейчас основа, которая есть у России. Посудите сами. На фронте успехов Россия достигает на Покровском направлении во многом благодаря сбрасываемым авиабомбам с ОМПК. Это все делается с самолетов, причем на не очень большом расстоянии. Самолеты эти, аэродромов. Обстрелы Украины совершаются этими же самолетами с этих же аэродромов. Ну, возможно, другими самолетами, но с этих же аэродромов. И, собственно, уничтожение этих самолетов на этих аэродромах и сделать так, чтобы Россия боялась ставить туда самолеты, это как раз то, что позволит снизить давление. Ровно это произошло в Черном море. Собственно, уничтожение части группировки Черноморского флота, которое активно велось в прошлом летом, привело к тому, что Россия просто больше не может его использовать. И нет практически никакой угрозы для украинских кораблей, которые переводят и зерно, и все на свете. Черное море теперь без России, потому что там удалось все уничтожить. И удалось уничтожить это во многом в момент, когда Украине было разрешено, или они не спрашивали, они начали ударять по российским кораблям, в том числе ракетами Storm Shadow. Помните знаменитое уничтожение Бадокаминск и подлодки Ростов-на-Дону, которую недавно добили окончательно. Вот. В этом контексте очень важно, чтобы Украина начала иметь возможность ударять по российским аэродромам западными ракетами. Но для чего я все это говорю и что можете сделать конкретно вы? Если вы находитесь в странах, которые имеют такие ракеты, которые передавали их Украине, вы можете влиять на собственных политиков. Участвовать в публичной дискуссии, в социальных сетях, писать письма вашим конгрессменам, если вы в Штатах. Очень важно создать общественную кампанию давления, которая будет настаивать на том, что это необходимо разрешить. Каждый прилет российской ракеты по украинской территории это свидетельство того, что Соединенные Штаты делают недостаточно. В Соединенных Штатах демократия, как и во многих других западных странах. Хоть мне не нравится демократия в Соединенных Штатах, мне кажется, она сломанная, тем не менее, она там есть. Поэтому общественное мнение очень сильно определяет происходящее. Поэтому я нашел аккаунт Джейка Салливана и теперь буду писать ему туда каждый день в реплеях, чтобы он переставал помогать Владимиру Путину. Вам может казаться это ерундой. Вы скажете, ну что, вот напишу я письмо конгрессмену один, типа, и что, это что-то поменяет? Если вы один, нет, если вас сто, если вас тысяча, если это происходит с конгрессменами по всей стране, то да, это имеет вес и имеет значение. Это компания общественного давления. И именно благодаря компаниям общественного давления добивались тех или иных вещей, будь то отмена рабства или более активное участие в международной политике. Поэтому делайте то, что возможно. Делайте то, на что у вас есть силы. Ну и главное, помните, что сделанное даже очень маленькое действие гораздо больше, чем ничего. Гораздо больше, чем если не делать вообще ничего. Но что касается войны в целом, то всем нужно смириться с одной простой мыслью. Война не выигрывается без захода на территорию врага. Это можно сделать на определенных этапах. Если преимущество обороняющей страны настолько серьезно и его начинает понимать страна атакующая, она выходит просто сама и завязывает с конфликтом. Говорит, все, мы больше не готовы. Если война уже стала затяжная, если вторая сторона не готова разворачиваться, то значит снизить удары по собственной территории, значит снизить количество собственных погибающих граждан можно только перенеся территорию на, перенеся точнее боевые действия на территорию врага. Собственно, вы видели это и во Второй мировой войне и в любой другой. Поэтому, безусловно, действия на российской территории будут происходить. Вопрос лишь в том, насколько это будет долго и насколько это будет эффективно. И как раз чем больше будет западного оружия в Украине, чем эффективнее оно будет, тем больше будет разрешений у ВСУ, тем скорее они победят, тем скорее эта война закончится. Что будет означать мир, справедливый и спокойный мир для Украины, а также справедливый и спокойный мир для России. Потому что пока в России у власти Владимир Путин, пока Россия остается империей, которая хочет захватывать страны по соседству, мира, спокойствия, достойной жизни в России не будет. Поэтому даже если вы бьете себя в грудь и считаете себя невероятным патриотом России, то очень странно, что вы выступаете за продолжение боевых действий, потому что тем больше будет умирать россиян, и тем меньше будет вероятности, что Россия сможет стать нормальной страной с достойной жизнью. Поэтому, особенно если вы российский патриот, то вы должны выступать за немедленный вывод российских войск к территории Украины. Это позволит закончить все. Ни одного снаряда не разорвется в Курской области. Более того, территория Курской области тут же будет покинут украинскими войсками в случае, если российские войска покинут Украину. В этом заинтересованы абсолютно все, и каждый здравомыслящий человек должен за это выступать. Ну, а тот, кто выступает за другое, тот, кто выступает с тезисами Путина или с позицией, которая помогает Владимиру Путину, тот либо делает это за деньги, либо просто идиот и подлец. Майкл Найкеп.